Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о творчестве курской метал-формации Хамелеон. Поехали! Коллектив Хамелеон был основан 15 лет назад, в сентябре 2005 года, вокалистом Никитой Гайдуковым. Официальным же днём рождения проекта принято считать 30 декабря, когда музыканты отыграли свой первый концерт. Музыкой Гайдуков начал заниматься рано, с 4 лет. Сначала это были уроки игры на фортепиано, потом хор, музыкальная школа, музыкальное отделение педагогического колледжа и даже факультет искусства. А с 2001 Никита пел в хоре профессиональной капеллы Курск. Но поскольку, как мы с вами знаем, музыкой в нашей стране получается заработать далеко не всем, Хамелеон остаётся для него скорее хобби, чем основным родом деятельности. Но давайте сосредоточимся непосредственно на творчестве коллектива. Работа над дебютной пластинкой «Попробуй на вкус эту душу» шла на протяжении многих лет. Впервые к её созданию Хамелеон приступили в 2007 году. У музыкантов было готово 10 композиций, но после того, как они записали две песни, стало понятно, что качество исходников их не устраивает. Так что они меняют студию и продолжают работу. Но, несмотря на это, Хамелеон принимает решение выпустить только половину готового материала в виде демо «Играя с судьбой» в 2008 году. А сами концентрируются над долгой и упорной работой по самосовершенствованию. Летом 2009-го Хамелеон пишет ещё несколько интересных композиций и в совокупности с прошлым материалом принимают решение записать всё с нуля. Процесс записи снова был непростым и скоро коллектив покидают два музыканта. Но остальные участники не упустили руки. Правда, всё несколько провисло, когда Хамелеон решил покинуть в поисках лучшей доли и гитариста. Так что был взят небольшой вынужденный перерыв. А после того, как Хамелеон наконец-то укомплектовали состав, работа над дебютным альбомом «Попробуй на вкус эту душу» продолжилась. Естественно, что материал снова пришлось перерабатывать с учётом новоприобретённых навыков музыкантов и духа времени. И когда всё полностью устроило Хамелеон в 2013 году, они выпустили свой дебют. Альбом «Попробуй на вкус эту душу» получился атмосферной работой с густым гитарным саундом и активным использованием клавишных, которые добавляют в музыкальную палитру Хамелеона обилие неоклассицизма с лёгким налётом sci-fi. Сонграйтинг делает акцент на мрачных музыкальных полотнах. И даже те, что несут на себе отпечаток, характерный для Хэллоуина Хэппи Пауэра, звучат в более брутальном ключе, напоминающем нам о Даркрайт, именитых немцев и творчестве Мерси Фулл Фэйт и Кинга Даймонда. Гитары, на удивление, крепкие. Соло достаточно техничные. Вместе с клавишными порой носят барочный отцены. Последние, несмотря на своё довольно обильное присутствие, не мешают гитарным рифам и вокалу. Но иногда совокупность клавиш и гитар создают перебор с неоклассической оргией. Но общая брутальность и тяжесть компенсируют подобные просчёты, из-за которых в некоторых моментах пластинка звучит несколько пусто и картонно. Отдельно стоит отметить тревожное звучание бас-гитары. Попробую на вкус эту душу. По большей части мелодичное и в меру запоминающееся произведение. Композиции то энергичные, то вкратчего загадочные, нагоняющие лёгкую жуть. Самым сложным моментом пластинки для восприятия постороннего слушателя является, безусловно, вокал. Он, мягко говоря, нетипичный для слуха любителя отечественного пауэр-метала. Первое впечатление от вокала Никиты Гайдукова кажется, что он недостаточно отшлифованный, высокий, но несколько неровный и местами даже неприятно истеричный, что несколько сбивает с толку. Особенно, если потенциальный слушатель не знаком с творчеством Энди Дерриса или Кинга Даймонда, например. И такая, скажем так, своеобразная эстетика вокала Гайдукова, находящегося под влиянием этих именитых исполнителей, может отпугнуть. Но спустя время привыкаешь и находишь в этом свою красоту. Впрочем, когда Гайдуков придерживается манеры Энди Дерриса, это звучит вполне в духе мейнстрима. Но когда Никита забывается и срывается в театр имени Кинга Даймонда, превращая каждую вокальную партию в небольшое театральное представление, пропевая каждое ее части в разном ключе, то что тут скажешь? И это главный минус альбома «Попробуй на вкус эту душу». Если бы Гайдуков не разрывался между несколькими вокальными манерами в рамках одной песни, то все могло бы сложиться о Хамелеон изначально иначе. Со временем это понял и сам Никита. На более поздних работах он начал обуздывать свою первозданную вокальную истеричность. Такая ранняя необузданность, с одной стороны, безусловно, делала Гайдукова индивидуальным исполнителем, но с другой, не позволяла творчеству Хамелеон охватить большую аудиторию, поскольку, повторюсь, не у каждого потенциального слушателя хватит терпения, чтобы въехать в такую манеру. Возможно, если бы Хамелеоны изначально пели бы на английском и ориентировались на европейскую аудиторию, более открытую к творческим экспериментам, то можно было бы и оставить все как есть. Но родные просторы понуждают более обтесывать свои грейфдиггерские замашки. Сам Гайдуков утверждает, что поскольку пишет вокальные партии сам, то делает только то, что ему самому нравится. Никите неинтересно работать в типичной для жанра манере. Возможно, причиной тому служит и то обстоятельство, что своими заочными учителями музыкант называет таких вокалистов, как, например, Ральфа Шиперса из Прималфия и Гамма Рэй, Андре Маттаса из Ангры и Шамана, Энди Дерриса из Хэллоуин. Из отечественных ему импонируют Михаил Секышев из Мастера и Владимир Соколов, спевший на альбоме коллектива Паранойя «Мез зла». Как видите, это тоже довольно специфические певцы, на любителя. И Гайдуков подмечал особенности каждого из них. Все, что делало хорошего вокалиста индивидуальным и узнаваемым моментально. И учился этому, и стал петь так, как ему подсказывал внутренний голос. Из музыкального полотна «Попробуй на вкус» эту душу стоит выделить композиции «Ад это мы» Мрачная вещь, отсылающая одновременно к творчеству Мерса Фул Фэйт Хэллоуин, эпохи пластинки «Дарк Райт» и «Айсет Эф» с Металликой. Им не нужен рай. Барочный, витиеватый пауэр, пропитанный миазмами докаданца, но стремящийся при этом к свету. Это Ночь. Ещё один реверс творческому наследию датского короля бриллианта и именитым немецким тыквам. И закрывающую альбом прекрасную балладу «Ангелы», демонстрирующую, что Гайдюков вполне умеет петь чистым, не перегруженным вокалом. В припеве, впрочем, он снова срывается в привычный для себя визжащий, скажем так, расщеп. «Ангелы сбросили крылья, бьются в закрытую дверь, каждый из них от бессилья выбрал жалкую твердь, но их никто не услышит, мы от рождения глухи, но их никто не увидит, нас ослепили грехи». Не могу не отметить, друзья, интересный момент из истории Хамелеона. Группа несколько раз попадала в не самые приятные прецеденты, связанные с их названием. Когда в 2005 году музыканты выбрали это имя, то понятия не имели о существовании поп-дуэта под таким брендом, который даже вроде бы имел относительную популярность в 90-ти. И однажды Хамелеон прилетело письмо счастья от менеджера эстрадного ВИА, в котором тот вежливо сообщил о имеющем место быть недоразумении и попросил музыкантов сменить название, поскольку Хамелеон официально было зарегистрировано дуэтом. После непродолжительного мозгового штурма Гайдуков и компания не придумали ничего лучше, чем просто забить на это. Но осенью 2010-го Никита с Соломоновым решением решил просто-напросто разделить название пополам дефиса. И казалось бы, можно было наконец-то расслабиться и продолжить работу. Но спустя всего пару месяцев становится известно о уходе Максима Самосвата из «Эпидемии». Вокалист анонсировал свой новый проект вместе с Владимиром Насоновым под названием «Хамелеон». И хотя названия групп писались по-разному, всё-таки, когда Гайдуков и товарищи выпустили свой первый сингл «Суперстар», путаницы избежать не удалось. Первоначально композиция не вызвала никакого резонанса, а затем через пару месяцев чудом попала на наше радио из-за ошибки ведущего программы «Родная речь» Андрея Бухарина, который решил, что это и есть новый проект Максима Самосвата. Сами «Хамелеон» не знали о случившемся и не понимали, почему все подряд спрашивают их об участии в «Родной речи». В итоге, по словам Гайдукова, музыканты обратились в редакцию нашего радио, чтобы те исправили ошибку. Самосват же в твиттере, по словам Никиты, высказал недовольство ситуацией и подумывал решить вопрос с радиостанцией в судебном порядке. Наше радио отреагировало адекватно и через пару недель Андрей Бухарин принёс извинения обеим сторонам. Но до тех пор, пока группа не выпустила дебютный альбом, многие продолжали путать проекты. Само же название «Хамелеон», по словам Никиты Гайдукова, отражает то, что музыканты не находятся в постоянной музыкальной форме. У них нет жёстких стилистических рамок и есть определённые условности. Но в целом, «Хамелеон» — это подвижная творческая субстанция. Но вернёмся к творчеству. Как и в случае с дебютом, работа над второй пластинкой заняла много времени. Первая композиция была написана ещё в 2010 году. Во время работы над дебютником, у музыкантов стал появляться новый музыкальный материал. Несколько другой по содержанию. И поскольку состав группы обновился, «Хамелеону» не хотелось ждать окончания всей работы над «Попробуй на вкус эту душу». Так что они стали параллельно работать над второй пластинкой с весны 2012 года. Но закончили только осенью 2015. Добрую часть материала со второго альбома музыканты успели поиграть на концертах и оценить реакцию слушателей. Что было полезным опытом для сонграйдинга, считает Гайдуков. В этот раз Никите хотелось вывести мелодику на первый план. И для этого нужно было написать именно песни. Не просто гитарные ритмы, не какие-то разрозненные музыкальные фрагменты для последующей их компоновки. А именно песни, которые можно было исполнять под аккомпанемент акустической гитары или фортепиано. С чёткой, так сказать, гармонией. И таких композиций, говорит Гайдуков, на пластинку попало аж 9 штук. При этом музыкальный материал писался довольно легко. Поводом для рождения композиции могла стать либо вокальная импровизация, из которой рождался припев, а может быть удачная последовательность аккордов, на которые накладывалась мелодия. Например, композиция «Воин сынов» является одной из самых старых в творчестве коллектива. Она была написана в далёком 2007 году. Как-то Гайдуков принёс на репетицию раннюю версию песни. Сыграл её на синтезаторе, но тогда она никому не зашла. Но спустя годы композиция обрела вторую жизнь. Схожая судьба была и у песни «Бегство от пустоты», которая была написана в 2008 году. Да и как признаётся Гайдуков, многое из музыкального материала было довольно старыми наработками. Но они хорошо отряжались, перебродили как следует и дошли до нужного состояния. Второй альбом коллектива «Хамелеон. Ночь шальных машин в городе тьмы» получился более лёгкой и оптимистичной работой. Ушли в тень былые заигрывания с оккультизмом, оставив место для энергичного, в меру жизнерадостного и брутального павара, щедрой щепоткой эклектики. Интересно, что одноимённая композиция, пожалуй, одна из самых неспешных произведений на альбоме, пропитанная сильным влиянием Ноя Дойча Херта. Музыкальные полотна представляют собой мэш-ап из мелодических линий, хрустящих риффов и несколько уступающие им ритм-секции. Вместо былой барочности «Хамелеон» порой вплотную приближаются к авангарду. Энтузиазм и напыщенность инструментария с более мощной металлической мелодией, порой интересными гитарными решениями, заполняют пространство альбома. Плюсом «Хамелеона» является то, что в отличие от многих других отечественных, да и не только, пауэр-коллективов, они не берут и не копируют раз за разом две композиции «Хэллоуин» – «Марш оф тайм» и «Игл флай фри» и не пытаются выстроить на этом карьеру. Забавно, что аналогичным способом поступают некоторые стонерщики с композицией «Светли в сапад». Ну да ладно. Вокал Гайдукова стал несколько более ровным и доступным для широкого слушателя, но всё ещё Никите не хватает более плавного перехода от спокойного и глубокого голоса к высоким и резким нотам. Да, его смело и ревущий вокальный стиль вносит изюминку в этот не самый запоминающийся пауэр-метал, но при этом это достаточно удачный альбом. Композиции разнообразные, но в то же время с узнаваемым отчерком, во многом благодаря вокалу Гайдукова. И это не даёт пластинке развалиться из сцельного альбома в сборник песен. Особо отмечу такие произведения, как «Мастер первоплощения», задорный гимн группы с референсом в сторону хэппи-пауэра «Хэллоуина» и «Отечественной эпидемии». Мастер перевоплощения, лиц поменял ты, хамелеон. Мастер перевоплощения, имя тебе, хамелеон. «Ночь шальных машин». Название композиции было рабочим названием и самого альбома. Словосочетание, по словам Гайдукова, казалось броским и интригующим. При написании текста вокалист отталкивался от сюжета фильма «Максимальное ускорение», снятого по рассказу Стивена Кинга «Грузовики». Вступление в духе классических хорроров разрывается зловещими гитарными рифами при поддержке клавиш. Этакая мрачная эхо Ноя Дойче Херта. И «Город тьмы». Преисполненный пафоса эсхатологический металл в лучших традициях Даркрайт Хэллоуин. Это одна из любимых песен Гайдукова. Музыкант по-настоящему ей гордится. Родилось же это произведение случайно, во время джема. В основу текста лег сюжет компьютерной игры «Алан Вейк». Для неё нет правил истин старше всех, и вся она может только свет очистить. Всё, что клеймит, это тьма. Последний на сегодняшний день альбом коллектива «Хамелеон Кот» «Контроль открытого доступа» представляет собой полуконцептуальное произведение, в основе которого лежит история человечества в мире цифровой реальности. Вместо обещанной свободы, она принесла ещё больше запретов и оков. Теперь каждый из нас под колпаком ещё больше, чем когда-либо в другое время в истории. Кроме того, человек оставляет после себя в мировой сети множество цифровых отпечатков, по которым очень легко воссоздать его жизнь, спрогнозировать его желания и поступки. Другие песни, хотя и тематически не подпадают под эту концепцию, но по настроению соответствуют ей. Пластинка продемонстрировала окончательный отход коллектива от оккультного влияния блокметала первой волны в лице Мерса «Full Fate» и мрачного пауэра «Хэллоуэн» эпохи «Даркрайт» и «Seven Sinners». Музыкальная палитра «Хамелеона» насыщена более прогрессивными структурами, чем раньше. Всё стало более зрелым и взрослым. Музыканты нашли правильную формулу на третьей пластинке для представления своего творчества. Не может не радовать более чистый и сдержанный от резких переходов вокал Никиты Гайдукова. Упорство и драйв, которые музыкант вкладывает в исполнение, тем не менее, делает его вокальные партии не только искренними, но и мрачными. В целом, песни приобрели более уверенный и, как я уже сказал, прогрессивный оценок, избавившись от лишнего веса навязчиво барочных клавиш. Несколько язвительные риффы придают задора и бодрости духа, балансируя то между трэшем, а то и вовсе прогрессивным. Музыканты по-прежнему не боятся экспериментировать, подкрепляя всё это задорным энтузиазмом. При этом это достаточно сдержанный обращик экритичного пауэр-метала. Металла, который не боится современных интонаций, но и не забывает о своём прошлом. Продакшн пластинки тёплый, но несколько смазанный. Если работа барабанщика, пожалуй, лучшая в дискографии хамелеона, то бас звучит несколько растерянно. Возможно, виной тому несколько мутный общий микс. Иногда бас вполне читаем, а затем как будто бы его попросту нет. Самым же большим минусом пластинки является упавший уровень лирики. Хамелеоны никогда не звучали глупо, в рамках жанра, разумеется. Но сейчас то ли в угоду концепции, то ли ещё по какой-то причине снизили планку. Хотя для металла, впрочем, это не критично. Наиболее яркими композициями на пластинке Кот являются сети. Представляющие собой яркий и сочный легкомысленный боевик с запоминающимся приторным астенатов в припеве. Нас привлекают и манят все мирные сети. Нас подчиняют и пленят безумные сети. Сходим с ума. Пожалуй, лучшее вокальное исполнение Гайдукова на альбоме. Прекрасная демонстрация его вокальных способностей. Ну постой, это всё, и вход известен, он пустой, мир, где мы с тобой не вместе. Сигнал. Приятный мелодичный боевик, заряженный позитивом. Одно желание нам даёт сигнал, и мы видим тропу, она до цели доведёт, но ты не знал. Господа маньяки. Отличное завершение альбома. Драйвовое музыкальное полотно с яркой мелодикой, качёвыми рифами и неожиданным вкраплением экстрим-метала. Господа маньяки, вот и ваш черёд, пули яды плахи, выбирай народ. Господа убиты, ток пута в гага, веселее лица, это звёздный час для вас, звёздный час для вас. Пластинка Кот коллектива Хамелеон получилась добротной крепкой работой. Конечно, ничего революционного или новаторского на ней вы не найдёте. Однако, музыкальный материал в меру изобретателен, в меру крепок. Повествование надо признать несколько неровно. По-настоящему Кот начинает раскрываться с середины пластинки. Лишним является и включение русскоязычного кавера на мановар в качестве закрывающей композиции. Господа маньяки, намного более яркая и сочная точка в хронометраже пластинок. За исключением этой непосредовательности и местами слабой лирики, пластинка Кот коллектива Хамелеон достаточно приятное времяпрепровождение для любителей отечественного мейнстрим-метала. Если Хамелеон не остановится на достигнутом и продолжит полировать свой музыкальный материал и исполнение, то, быть может, их творчество привлечёт куда как большее число слушателей. Главное, не размениваться на сторонние сомнительные сайт-проекты и не перебарщивать с филерными композициями на пластинках. Такие дела, друзья мои. Берегите себя и своих близких. Не стесняйтесь переходить по ссылочкам в описании, чтобы познакомиться с творчеством героев ролика получше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!